МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни вопрос нехватки мест в детских садах для Новой Майны закрыт. Преобразившийся до неузнаваемости игровой и современный пищеблок – все это часть проекта «Детские сады детям». Кукол хватает? Хватает. От старого детского сада остались лишь названия и воспоминания родителей, среди которых обновленного здания ждали, наверное, все. Здесь было уютно и тепло, но не так светло и как сейчас красиво. В детский сад с названием «Колосок» теперь будет ходить 110 детей. В общей сложности на дошкольное образование только в прошлом году был потрачен миллиард рублей. Еще миллиард направят в этом. В пересчете это еще около трех тысяч мест. Строительство новых детских садов на территории Ульяновской области не производилось в ближайшие 20 лет. Это говорит о том, что мы вышли на совершенно другой уровень. Но и главная задача этого проекта – не только построить стены, не только обеспечить местами, еще одна главная задача этого проекта – наполнить детские сады новым содержанием. Ремонт в этом году коснется 47 объектов. В поддержку проекта модернизации детских садов Ульяновской области Москва даже выделила дополнительно 200 миллионов рублей. Игорь Ветров, Герман Баранов, Вести, Меликевский район. Сегодня с 16 до 17.00 Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области проводят справочно-информационную линию по теме «Меры социальной поддержки многодетных семей». Жители региона смогут задать вопросы специалистам ведомства по телефону 44 95 04. Лесничья Ульяновская области готовится к лету. Одна из главных задач без потерь – пройти пожароопасный сезон. Наша съемочная группа побывала в Барыше и узнала, чем оснащены пожарные части. Из одной пожарной части в Барыше для удобства сделали две. Райцентр разделяет железная дорога, а ждать на переезде во время возгорания непозволительно. Особенно, когда на счету каждая минута. Так что теперь по любую сторону от полотна спецтехника готова выехать через 2-3 минуты в случае тревоги. Мониторинг тоже в зоне ответственности пожарных. Патрулирование проходит в зависимости от класса пожарной опасности. То есть у нас 4-й и 5-й класс пожарной опасности. Выезжаем на патрулирование маршрута. Это заранее определены, утвержденные. И по этим маршрутам выезжаем. На две пожарных части 20 единиц техники, в том числе КАМАЗы и тракторы. В штате 20 человек. Одна часть может обслуживать территорию площадью 48-50 тысяч гектаров. Для этого есть все необходимое оборудование. Плуги, мотопомпы, пилы, ранцевые огнетушители, лопаты и многое другое. На пожароопасный период у нас в каждом лесничестве оборудован пункт снижения пожарного таря, где также укомплектованы они лопатами, граблями, ранцами. Многому научила пожарных жаркое лето 2010-го. Опыт получен. Чрезвычайная ситуация показала, насколько важно действовать сообща и объединять усилия. Для этого сформирован специальный штаб, который работает во время пожароопасного периода. Очень оперативно. Если нам нужна какая-то добавочная техника, он оперативно действует, снимает ее с каких-то важных рейсов или с предприятий, перебрасывает нам ее дополнительно. Лесные богатства от пожаров оберегают арендаторы. Именно на них лежит ответственность за работу пунктов с пожарной техникой. Причем тушить огонь имеют право только при наличии специальной лицензии. Она в последующем позволяет получить от государства компенсацию расходов по тушению пожаров. Анна Панова, Вести Ульяновска, из Барышевского района. 14 марта в 14.00 в приемной президент РФ в Ульяновской области прием граждан проведет уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Людмила Крутилина. Справки и предварительная запись по телефону 41-12-31. И сегодня, 12 марта, свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. В задачи специалистов входит оградить законопослушное население от различных преступных посягательств и вернуть отступившихся. Наруживший закон сограждан. Полноценное здоровое общество. Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации сегодня отмечается по всей стране. В этот день для сотрудников службы пройдут различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Лучших работников наградят государственными и ведомственными наградами, поздравят ветеранов службы и вспомнят всех тех сотрудников, кто погиб при исполнении служебного долга. Гастроном вместо зеленой аллеи памяти. Жители домов по улице Рябикова негодуют. Зеленую зону у Чернобыльского колокола огородил частный забор. Что пытаются скрыть за ним, выяснила Кристина Агафонова. У Чернобыльского колокола бьют в набат. Жители окрестных пятиэтажек негодуют. Некогда зеленую зону обнесли металлическим забором. У земельного участка внезапно появился владелец и торговое будущее. Площадь более тысячи квадратных метров должен занять новый магазин. Нам предприятие строительства не нужно. У нас магазин через каждый этот шаг. А вот редкие ели здесь наперечет, добавляет пенсионерка. И ратует за дополнительные зеленые посадки. Но вместо аллеи памяти – современная архитектура. Правда, какая именно – пенсионерка не знает. Говорит, мнение жителей здесь не учитывали. Наверное, с морально-этической точки зрения здесь бы логичнее было. Вот более благоустроить вот эту территорию, посадить еще дополнительно деревья, кустарник, чтобы люди могли приходить отдыхать, лавочки, может, скамеечки поставить. Но чтобы это было красиво. И отдавая дань памяти и уважения людям, которые отдали свою жизнь. Местные жители признаются – в бой со строителями вступают уже не в первый раз. Тот же хозяин. Был поставлен забор, завезли плиты. Но отстояли, звонили во все инстанции. Ликвидировали и забор, и плиту увезли. А теперь по новой. Год, наверное, не прошел. Или полтора. Тогда городские власти разрешение на строительство отозвали. Спустя года застройщики вновь вернулись на земельный участок. Уже по решению суда. Учитывая, что судебными актами отзыв разрешения на строительство признан незаконным, администрация города была обязана продлить срок разрешения на строительство до 2015 года. Горожане еще надеются решить конфликт миром и предлагают провести публичное обсуждение возможного строительства. Однако о планах застройщика они пока узнают только по вывескам на заборе. Листинага Фонова, Герман Баранов и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Завтра в 5 часов вечера на площади Ленина в Ульяновске пройдет митинг в поддержку жителей Украины. Народный сход за братский народ. Его проводит Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство. Они призывают жителей региона поддержать их инициативу и принять участие в митинге. С обращением к ульяновцам выступил глава боевого братства Николай Лазарев. Мы обеспокоены ситуацией в сложившейся братской Украине. Не сомневаемся, что вы разделяете нашу тревогу, готовы сделать все возможное для помощи мирным гражданам, русским, русскоязычным украинцам. Нас нельзя разделить. Мы с вами этого не позволим. Мы понимаем, что сегодня в огне Киев, а завтра может быть Минск или российские города. А в Майнском районе активно работают финансисты и налоговики. Люди, которые имеют дело с деньгами, решили провести здесь уроки налоговой помощи. Почему фискальная деятельность зашла на второй план, разбирался Эдуард Истомин. Александр Кузин – индивидуальный предприниматель. У него свой бизнес – автосервис. Сегодня его подопечный меняет клиенту коробку передач, а завтра уже рессоры. Дело серьезное, а тут еще бухгалтерия. Нюансов много, только успевай подстраиваться. Разъяснения нужны. Если будет какой-то специальный человек сидеть, для этих целей, для разъяснения, это было бы еще лучше, конечно. Это было вообще здорово. Помощь пришла в нужный момент. В Майну приехали налоговики и финансисты. Время потратили не зря и о чем только не говорили. О налоговых каникулах, о правильном введении кассовой книги вспомнили даже о патентах. Это информационно-разъяснительная работа. Это помощь в организации, в разрешении каких-то проблемных ситуаций или вопросов, которые связаны с исчислением налога. Есть и другой момент. Региону важно, чтобы люди правильно регистрировали недвижимость. И у собственников головной боли меньше, и казна налогами прирастает. Но культура делиться с государством прививает с юного возраста. Не случайно урок налоговой грамотности прошел в Майнском лицее. Каждый гражданин, получивший доход в налоговом периоде, обязан уплатить этот налог. Доходом является заработная плата, премии, гонорары, доходы от продажи, сдачи в аренду имущества. Беседа беседой, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для закрепления урока лицеистам продемонстрировали социальные ролики. Мультипликация наглядно показала, что без налогов в государство жить нельзя. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск, из Майнского района. В Ульяновской области стартовал профилактический месячник в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. По информации Министерства здравоохранения и социального развития региона, в течение месяца в лечебных учреждениях будут организованы лекции, круглые столы, анкетирование, а также просмотр фильмов, посвященных предупреждению развития туберкулеза. С целью привлечения населения к профилактическим филографическим осмотрам врачи проведут подворовые обходы. Кроме того, до конца марта на вокзалах, рынках, местах отдыха и крупных гипермаркетах Ульяновска будут транслироваться фильмы об этом заболевании. Показ видеороликов также будет организован и в кинотеатрах. Сегодня в Майинском районе, а 26 марта в Засвияжье Ульяновска специалисты в стезиатрической службе проведут консультативный прием пациентов и тематические видеолекции. 14 марта состоится конференция по итогам работы в стезиатрической службе региона в 2013 году, а 19 марта с 9 утра до 14.00 на площадке перед зданием Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области, улица Кузнецова, 18А, будет работать передвижной флюорограф, где все желающие смогут пройти обследование. Студентка Ульяновского технического университета Диана Борисова стала одной из 50 красавиц девушек страны. На днях она вернулась к конкурсу «Мисс Россия» 2014. Из участницы конкурса 50 человек были отобраны и 60 тысяч претенденток. Мне помогал весь город, то есть мы делали всем городом буквально национальный костюм, помогали дизайнеры из УЛГУ, непосредственно моя директор Наталья Николаевна. То есть работа шла вообще полным ходом. Борьба за титул развернулась на концертных площадках столицы. Со 2 февраля по 1 марта жюри оценивало внешние данные девушек, умение вести беседу, проявить себя в творчестве и дефилировать по подиуму в бикини и национальном костюме. Бороться за победу Диане не привыкать. С 9 лет она занимается прыжками в высоту. В активе множество медалей и наград федерального уровня. Да и конкурс красоты по счету уже шестой. И все же, призналась Диана, на этот раз было совсем непросто. Все-таки морально это действительно большой труд перебороть себя и жить месяц уже после заселения с самыми красивыми девочками города, страны, что естественно тяжело. Смотришь туда, там красиво и тут красиво. И уже начинаешь думать, а может во мне что-то можно другое сделать как-то, может что-то изменить, уже ищешь у себя недостатки, потому что у нас столько красоты вокруг, что это вообще невероятно. Но тяжело. По самым большим своим достижением по итогам конкурса Диана считает жизненный опыт общения с интереснейшими людьми раскрыла ей новые горизонты в жизни и неизведанные ранее глубины собственного характера. В ближайшее время у нее по плану защита диплома и сдача госэкзаменов. Диана вот-вот получит профессию инженер-строитель. Ульяновский спортсмен обыграл чемпиона мира. На прошедшем в нашем городе турнире по спортивной аэробике Симбирянин Булат Хамиев оставил без золота главного фаворита – чебоксарца Алексея Германова. Чемпионат и первенство Ульяновской области по спортивной гимнастике аэробики превратилось в этом году в соревнования всероссийского уровня. 189 спортсменов из сборных Чувашии, Татарстана и Московской области в течение двух дней разыграли 28 комплектов наград. Фаворит соревнований стал чемпионом лишь в номинации «Трио». А вот в сольном выступлении Алексей Германов был вынужден довольствоваться лишь серебряной медалью. Победителем же в этой номинации стал воспитанник ульяновского клуба «Грация» Булат Хамиев. Теперь медалистов этого турмира ждет новое соперничество с 13 по 17 марта. В Чебоксарах пройдут чемпионаты первенства Приволжского федерального округа по спортивной аэробике. Сегодня по народному календарю прокоп перезимний, дорога-рушитель. В том, что дороги разрушены, автолюбители уже убедились. Едва снег только начал таять. Но именно на прокопов в старину наступала настоящая весна. Снег таял, и зимние дороги переставали существовать. Может быть, то аномальное немартовское тепло, которое уже неделю радует жителей других регионов, наконец-то придет и к нам? Узнаем об этом у Альмира Бурнаевой. 13-14 марта в существах изменений в погоде не ожидается. Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, северо-западный, сильный. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, а днем от 2 до 7 градусов тепла. По прогнозу Гидромедцентра России, вторая декада марта ожидается на 5 градусов теплее обычного. Итоги дня подведет Владислав Фитковский. Я с вами прощаюсь. До встречи. Сейчас в Ульяновске плюс 1 атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%, ветер северо-западный 4 метра в секунду.